здравия всем смотрящим этот ролик предназначен для администраторов каналов сейчас мы находимся на канале вернее в группе qr by code это основной ресурс и я хочу показать как можно вылавливать ботов это такие программы которые мешают нормальной работе канала общению чатов групп они добавляют ненужные сообщения всякий спам в автоматическом режиме то есть боты это программы написанные людьми которые имитируют деятельность как будто бы человека живого на самом деле это все запрограммировано итак как вы видите вот информация о группе qr by code вот я нахожусь внизу страницы прокручиваю и вот мы видим что уже у нас человек вступил в группу сразу говорю что администраторы группы пожалуйста вот эти все технические сообщения которые в темно зеленом таком прямоугольнички находится с закругленными краями их надо удалять потому что они мешают восприятию что мы делаем я с экрана показываю вот удалить сообщение удалить на экранах смартфонов телефонов айфонов у вас это будет выглядеть по-другому я сейчас снимаю с экрана компьютера но принципы будет один и тот же и так что нужно сделать вам нужно будет просмотреть список участников список участников просматривается в двух местах в группе ну во первых это вот с правой стороны вот у нас внизу участники чтобы вообще вот сюда попасть вот у нас наверху есть такая прямоугольничек мы на нее нажимаем и вот у нас открывается панель а на телефонах эта панель будет сразу появляться на весь экранчик и вот в этой панели как вы знаете идет информация о группе ссылки на группу если они открыты а дальше идут участники вот видите уже почти 3000 участников они прибывают и прибывают и прибывают это очень хорошо и как теперь среди вот этого огромного количества участников выловить ботов первая подсказка если вы видите строке сообщения вот такой значок косую черту вот если вы на нее нажимаете вот она вот тут появляется и некоторые спрашивают а что же это такое ну есть разные мнения что это технические сообщения что когда вы нажимаете на этот значок то тогда голосовые ваши переводится в текст сообщения но дело в том что вот вот это программу которая переводит голосовые сообщения в текст должны устанавливать администраторы у нас администратор эту программу не устанавливает и если появляется вот такой бот это значит он установлен ну скажем так в вирусном порядке и вот этих ботов надо удалять сейчас я покажу как это делается вот еще разочек можно посмотреть участников с правой стороны нажав наверху как вы знаете информационную панельку также можно посмотреть участников если вы являетесь администратором у вас есть доступ к управлению группой вы управляете группой и вы смотрите участники нажимаете участников и у вас открывается панель где вы тоже можете просматривать вот так с участников и так вот я сейчас буду вам показывать на этой панельки мы начинаем прокручивать подряд количество человек которые у нас есть это займет конечно время но если делать это периодически то вы избавите группу от спама и от ненужного хлама и так прокручиваем и смотрим как правило какие мы видим сообщения серенькие под людьми под именами людей вот было одну минуту назад вот было недавно было было или был час назад а потом опа смотрите что мы видим мы видим не имеет доступа к сообщениям и на английском языке написаны имена не имена непонятно какой то может быть набор букв вот вы можете взять правой кнопкой нажать и посмотреть нажать показать профиль когда вы нажимаете показать на профиль что вы видите два признака бота первое вот в адресе в телеграме который начинается с собачки он у каждого есть свой вы его можете прописать вот в конце бота всегда будет вот это слово бот не слова а кусочек слова бот это обязательно потому что это программы написаны и по определенным правилам если пишется программа она должна в своем адресе обязательно содержать в конце вот этот значок бот а вот тут может быть разные названия очень первый признак это вот это бот а второй признак когда вы смотрите то внизу будет обязательно остановить и блокировать не просто там пожаловаться а вот еще остановить и блокировать то есть две красные записи вот давайте посмотрим что мы можем видеть если мы посмотрим откроем карточку обычного человека ну вот первая ярослава сафронова ну наверно последняя она была в сети которая заходила вот если я нажимаю показать профиль этого человечка что мы видим мы видим только заблокировать и вот тут другое название совсем адрес тут нету приставочки бот в общем признак только живого человека одна красная запись и в конце нет бота у бота будет две записи вот давайте я сейчас еще покажу теперь как то же самое это можно посмотреть если вы с правой стороны нажмете вот на участников и вот тоже самое вот идет список 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 вот видите не имеет доступа к сообщениям давайте второй посмотрим то же самое показать профиль вот у нас бот наверху и вот пожаловаться остановить и блокировать можно тут остановить и блокировать но я вам предлагаю чтобы не заходить в эту карточку можно сразу делать проще так как у этих ботов будет всегда не иметь доступа к сообщениям вы просто нажимаете крестик и удалить все его удаляете вот 1 2 3 4 и 5 они как правило группками располагаются подряд и вот тут сообщения которые показывают что оксана овчинникова это я исключила вот этого вот участника из состава группы и понятно что сразу же вот эти вот технические сообщения мы удаляем чтобы люди которые заходят в группу не пролистывали простыни вот этих вот технических сообщений особенно когда много людей приходит в группу а сразу могли непосредственно контенту группы приступать что мы делаем дальше мы опять возвращаемся к участникам и начинаем вот просто быстро пробегать сразу могу сказать вот там где нет доступа к сообщения это будет большая серая запись вот именно по длине вы можете определить поэтому это можно просматривать вот прокручивать достаточно быстро вот бывают вот такие попадаются названия это не бот это такой человечек который вот так себя интересно обозначает вот мы прокручиваем вот есть длинные просто это просто длинное название у человека а все остальное достаточно коротенькое вот можно даже держать там мышку на этом уровне чтобы отслеживать ну поскольку группа недавно чистилась был в 20 ботов потом еще пять вот недавно получается еще вот эти вот там пять штучек они добавились вот таким образом надо периодически просматривать группу ну хотя бы раз в день когда есть много администраторов когда в группе много людей и много людей приходит когда группки еще небольшие то понятно что время просмотра будет меньше занимать и вам легче будет справиться с этими ботами вот видите я прокручиваю больше вот этих вот длинных записей нет вот могу еще просто ну ольга показать профиль смотрим нету бота имени и просто заблокировать человечка есть возможность у администратора и нет второй записи остановить и блокировать и все вот тут если мы возвращаемся назад я опять как бы остаюсь в ленте могу дальше прокручивать а если из другого окошка вот вы смотрите карточку человека а потом закрываете эту карточку и возвращаетесь у вас получается вот это окошко выбора просмотра но закрывается а вот тут с правой панельки вы можете просмотреть карточку участника а потом вернуться к списку участников группы именно на том месте где восстановились но вот бегуночек уже почти вниз опустился я почти со стопроцентной уверенностью могу сказать что тут уже маловероятно встретить вот этих вот плохинцев так что я вам предлагаю заниматься ежедневно ботоводством и можно еще такой вариант сделать просто создать некую очередь или договориться что там один человек например там понедельник среду вылавливает почетным или по нечетным или кто-то может в течение недельки это просмотреть кто-то может там на выходные просмотреть чтобы не бросать вот это все на одного человека можно делать это по очереди опять таки когда это большие группы ведь я пока вам рассказываю я все прокручиваю и заодно смотрю уже на автоматически то что получается что я делаю это не первый раз поэтому уже скажем так глаз у меня я это научилась самостоятельно методом тыка упорство и наблюдение точно так же это может сделать любой другой человек и подтвердить вот это вот мое знание и умение если у вас есть еще какие-то другие способы вылавливания ботов пожалуйста пишите делитесь и мы тогда будем применять ваш опыт ну что я не сказала помимо того то что выделять вот выискивать еще из списка участников если вы находитесь в самом группе ну например в ленте что-то читаете и видите что появилось новое сообщение и по сообщению сразу понятно что там может быть какой-то спам или какая-то там порнография в конце концов или то что ваша группа не по теме вашей группе или написано на языке не вашей группы вы сразу можете блокировать и этого человека и это сообщение вот появился новый человек вступил в группе я сразу по ссылке приглашения удаляю вот это техническое сообщение это не человечек удаляется это просто удаляется техническое сообщение я рассказала спасибо вам за внимание и применяйте эти знания и в группе qr а бойкот и в других группах в которых вы находитесь пока пока